Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята, и вы уже видите то, что находится в моем боксе. И это Мини Маус Экзи Тап, 3 часа ночи, которые я заказала на сайте Дакнет специально для вас. И я надеюсь, что вы соберете 10 тысяч лайков на этом видео, потому что вы знаете, больше лайков чаще видео. Ну а сейчас 3 самых ваших крутых комментарии. Ловите! Раз, два, три. Пу! Я надеюсь, что все мои видео вам очень нравятся, и вы пишите об этом внизу, ниже в комментариях, потому что я все ваши комментарии, друзья, читаю, и я вижу, как вам нравится разрезание моих живых игрушек, которые я заказываю на сайте Дакнет. Да, друзья, они стоят достаточно дорого. Например, Мини Маус Экзи на сайте Дакнет стоит 500 штук баксов, ребята, 500 баксов. Это очень-очень дорого для обыкновенной игрушки, но это не обыкновенная игрушка, это живая игрушка, поэтому она стоит так дорого, друзья. Короче говоря, сейчас мы откроем Мини Маус Экзи и проведем обряд оживления, обряд Вуду Магии, который селит в эту Вуду куклу, настоящую Мини Маус Экзи, которая встречается во многих играх, например, во ФНАФ. Есть Мини Маус Аниматроник внутри, который находится, эндерскелет, который весь железный, и она убивает тех гостей, которые приходят именно к ней, именно к Мини Маус Экзи на праздник, друзья. Вообще-то история гласит о том, что однажды Мини Маус встретилась с девочкой по имени Лиза, и что произошло после этого? Живот Мини Маус разошелся, как железные прутья, оттуда вылезла рука, и она схватила эту девочку и оторвала ей обе руки сразу, ребята. Это просто жесть, друзья, я не знаю, реально это или нет, но такую историю я нашла в интернете, кстати, можете загуглить, история Мини Мауса Экзи, я не вру. И после смерти эта девочка Лизи вселилась в Мини Маус, и теперь ее душа путешествует, и мы попытаемся сегодня душу эту вселить в Мини Маус Экзи, друзья, при помощи доски для вызова духов. Вот она у нас здесь, друзья. Почему я не вынимаю Мини Маус из бокса? Я реально боюсь, потому что обычно после того, как мы проводим обряд для оживления Экзи игрушек, живых игрушек, друзья, они у нас постоянно сбегают. Сегодня я решила, что я не буду доставать Мини Маус из этого бокса, посмотрите, просто какая она жестокая жечь, друзья, посмотрите. Это Мини Маус Экзи с черными пуговичными глазами, ее платье разодорото, посмотрите. Она вся как будто бы в крови, испачканы ее руки, она реально жестокий убийца. Монстр, не живая игрушка, живая игрушка монстр. Я таких еще никогда не видела, друзья, это просто жизнь. Поэтому я сейчас буду произносить заклинания и проводить обряд вуду магии, но Мини Маус я не буду доставать из этого бокса, ребята. Мы оставим ее лежать там, и пусть она только попробует оттуда выбраться, потому что неизвестно, что можно ожидать от этих живых игрушек. Итак, друзья, Мини Маус Экзи в 3 часа ночи. Погнали! Итак, друзья, перед началом мы зажигаем свечи для того, чтобы обряд вуду магии был более эффективным. Необходимы свечи, мистическая атрибутика, также кольцо, смесь, ребята, с разными символиками, которые помогают вуду магии прийти. В этот дом и вселиться в Мини Маус Экзи. И также наша доска Уиджи, доска для вызова духов обязательно присутствует здесь. Эта доска очень-очень старая. Те, кто смотрят меня давно, этой доске уже, наверное, около трех лет до этого, она была у другой хозяйки. Это настоящая доска для вызова духов. Это не какая-то вам там распечатанная картонка. Это реальная мистическая доска, она мне дорога. И даже, смотрите, у нас был однажды такой вызов духов, что пришлось просто разрубить игрушку на этой доске для вызова духов. И остался здесь след. И из этого следа, друзья, текла кровь. То, что говорит о том, что эта доска живая. Она реально хранит в себе тайны, мистику и всякие страшные страшилки, друзья. Короче, я начну, потому что это очень сложный обряд. Нужно настроиться. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Минни Маусы Гзи, вселись в живую игрушку. Минни Маусы Гзи, вселись в живую игрушку. Минни Маусы Гзи, вселись в живую игрушку. Минни Маус, ты жива? Черт, вы видели? Она шевелилась там, походу, в пакете. Может быть, она что? Черт, ребята! Реально у нас получилось, друзья. Хорошо, что она в этом боксе, потому что она не может оттуда выбраться. Друзья, давайте попробуем с ней поговорить через помощь, с помощью доски. Минни Маус, ты в живой игрушке? Да. Да, 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 да. Что будем делать? Погоди, сейчас еще один вопрос. Минни Маус, у тебя есть какие-то пожелания? Да. Хорошо. Чего ты хочешь, Минни Маус? Отпусти. Она просит, чтобы мы отпустили ее. Минни Маус, ты Эгзи? Ты добрая или злая? Короче, давайте так спросим. Минни Маус Эгзи, ты добрая? Да. Короче, ребята, нам ничего не остается, как поверить ей. Но если вдруг что-то произойдет, нам необходимо завершить этот обряд и попрощаться с Вуду Маги, чтобы она испарилась. Но чтобы окончательно заклинание перестало действовать, нам нужно будет разрезать эту живую игрушку и узнать то, что делает ее живой. Хорошо, Минни Маус. Минни Маус, я сейчас тебя выпущу, но ты обещала, что ты добрая. Раз, два, три. Я расстегиваю. Блин, мне реально страшно, ребята, это просто жесть. Прямо сейчас поставьте лайк, друзья, потому что мне реально страшно. Минни Маус, я выпускаю тебя. Блин, она напала на тебя. А где она? Она убежала. Она исчезла. Друзья, блин, как глупо было поверить ей, что она добрая. Она укусила тебя за весом. Короче, нужно ее искать, я не знаю. Это, походу, ее следы, следы, следы ее жертв на мне. Господи, какая-то гадость. Она еще и пахнет чем-то, друзья. Нам нужно срочно найти Минни Маус и Гзи, потому что, не дай бог, она выберется из этой квартиры. И тогда плохо будет не только мне, но и всем, кто здесь находится рядом. Минни? Так, все, тихо, надо успокоиться. Пойдем посмотрим в других комнатах. Минни Маус. Минни Маус, Гзи, ты здесь? Идем, идем. Черт, господи, как же пахнет все это, чем она меня испачкала. Минни Маус, слышишь? Это ты? О, господи, нет! Господи, боже мой, ребята, господи! Это просто какой-то кошмар, черт, господи! Это Минни Маус, но он какой-то странный. Это Минни Маус, которого мы разрезали. Что он тут делает? Походу, Минни Маус освободила своего друга Минни Мауса, друзья. Черт, Микки. Микки Маус, ты жив? Черт. Где? Где его уши? Это просто игрушка, посмотри. Ребята, посмотрите, о, господи, ребята. Это какой-то черт, он без ушей. Где его уши? Господи, походу, это Минни Маус отгрызло ему уши. За что? Возможно, что-то произошло между ними. Возможно, они поругались. Но Микки Маус не живой. Ведь мы его разрезали и достали все то, что было внутри. Хотя я не уверена, что это до конца убивает вуду магию. Ведь вуду магия совершенствуется и ей становится сильнее. Я уже не знаю, наверное, нужно будет закапывать эти живые игрушки или сжигать их в костре специальный обряд, который нужно будет проводить, друзья. Я не знаю, как вы считаете, закопать их нужно в землю или сжечь, друзья. Я не знаю, напишите прямо сейчас ниже в комментариях, друзья. Если вы хотите попасть в мое видео, то напишите прямо сейчас самый крутой комментарий. И вы заметитесь, и я выставлю вас в своем видео, друзья. Черт. Давай, давай, его пытайся. Меня реально сочет. Где, где? Он знает, что здесь. Слушайте, давайте попробуем. Да, возможно. Возможно, получится через Микки Мауса найти Мини Маус. Так. Господи, я не знаю, как мне это сделать. Черт, давай при помощи планшетки. Так, ладно. Сейчас я попробую направить свои... все свои силы на то, чтобы поговорить с Микки Маусом. Микки Маус, ответь мне. Микки Маус, ответь мне. Где твои уши? Черт! Он что-то пишет, Дима. Он что-то пишет. Я не знаю. Он что-то делает. Тихо, тихо, я его держу. Смотри, какая это буква. Б, Б, Б. Господи, и все? Микки Маус, это все? Он попрощался. Господи, он, наверное, окончательно умер. Я не знаю. Хорошо, Микки Маус, и я обещаю провести обряд полного уничтожения. Вуду магии. Закопать тебя в землю или же сжечь. Друзья, нужно искать что-то на букву Б. Б, там спрятано Мини Маус Экзи. Б. Смотри, бассейн. Бассейн на букву Б. Смотри, розовый шарит. Мне кажется, там что-то шевелится, нет? Посмотри, что там внутри. А ты, мне кажется, что-то вижу. Черт, это рука Мини Маус. Друзья, она здесь. Короче, ладно. Давай ловить, чтобы она не убежала. Раз, два, три. Лови, лови, лови ее. Черт, я пытаюсь ее закрыть, беру в мешок. Я пытаюсь ее закрыть. Черт, черт, черт. Бег, ты она. Все, я поймала ее. Я закрыла ее в мешок. Теперь точно нужно ее быстро разрезать. Минимал Сэкзи покинет этот мир. Минимал Сэкзи покинет этот мир. Минимал Сэкзи покинет этот мир. Прощай. Так, по крайней мере, сейчас она не должна быть такой активной, потому что мы провели первый этап по отключению воду магии. Теперь я выпущу ее. Господи, посмотрите, я ее кое-как поймала. Сейчас я ее достану, друзья. Так, Мини. О, господи, ребята, посмотрите, просто какая она страшная. Она просто ужасная. Посмотрите, ее платье все разорвано и в дырах. И ее руки все испачканы кровью своих жертв или что-то наподобие. Я не знаю, возможно, это какая-то специальная мультяшная кровь, друзья, которая не настоящая, которая только у мультяшных живых игрушек экзи, друзья. Посмотрите, ее бант разрезан, господи. Она ужасна. Но пришел ее час и прямо сейчас, в три часа ночи, друзья, я разрежу. Мини-маус. Итак, друзья, раз, два, три. О, господи. Все, Мини-маус экзи. Теперь я до конца разрежу тебя и достану то, что делала из тебя живую игрушку. Ну и, конечно, ребята, обязательно нужно отрезать пуговичные глаза. Они лишают магии живую игрушку. Раз. И два. Господи, посмотрите, сколько этой мультяшной крови на глазах у Мини-маус экзи. Ладно, друзья, пора закончить все это. Достать все мистические предметы, которые внутри Мини-маус экзи. Черт. Господи, погнали, достаем. Итак, друзья, конечно же, не обойтись без мультяшной крови. Посмотрите, после того, как я разрезаю живую игрушку, обязательно идет эта мультяшная кровь, друзья. Черт. Так. Что там? Не знаю, смотри. Друзья, посмотрите. Это что? На что это похоже? Черное что-то. О, господи, нет, друзья. Это уши Мини-мауса. Это уши Микки Мауса, друзья, посмотрите. Это реально уши Микки Мауса. Она их съела. Она оторвала уши Микки Мауса. Это его уши. Она их съела. Они находятся в ее желудке. Господи. Это просто кошмар. Хорошо, что мы ее уничтожили. Хорошо, что мы ее поймали, друзья. Без вашей помощи я бы не справилась. Ладно, уши Мини-мауса. Уши Микки Мауса. Внутри живота Мини-мауса. Кзик, господи, черт. Это какой-то кошмар. Ладно, дальше достаю здесь много всего, друзья. Просто целая, целая какая-то, целый живот чего-то набит. Но все, что-то очень какое-то странное. Так, подождите. Это что такое? Это похоже на бинт? Или что? Так, давайте, короче, достанем. О, господи, жесть. Друзья, на что это похоже, я не знаю. О, нет, друзья, это маленькое платье маленькой девочки. Господи, да оно все в мультяшной крови. Господи, это мультяшное платье, друзья, посмотрите. Это платье какой-то девочки. О, нет, не может быть, что Мини-маус, наверное, в игре уничтожила какого-то игрока. Какую-то маленькую девочку. Я даже боюсь представить, что дальше найдем мы внутри живота Мини-мауса. А давайте, теперь я нащупала что-то твердое. О, нет. О, нет, друзья, нет, 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 это маленькая ручка. О, господи, ребята, это маленькая ручка. Это маленькая мультяшная кукольная ручка внутри Мини-маус. Сэк-Зи, видимо, она съела мультяшную живую куклу, потому что эти руки как будто кукольные. Подождите, возможно, это какая-то, может быть, какая-то подсказка или что-то. Давайте посмотрим. Это руки, наверное, этой самой мультяшной девочки, маленькой куклы девочки. Но здесь еще огромное похоже, что это ноги, друзья. Друзья, я никак не могу достать. Она как будто бы застряла в ее животе. Посмотрите на это, посмотрите. О, черт, да. Я была права, ребята, господи, посмотрите. Это реально кукольная нога от игрушки. О, господи, да. Она съела живую игрушку целиком, представляете? Возможно, это было в одну из игр. Хорошо, что это не настоящий ребенок, а то была бы просто полная жевь. Хорошо, что мультяшные и живые игрушки питаются только мультяшными людьми, наверное, и мультяшными куклами. Но она хотела на меня напасть. Вы видели, как она на меня накинулась? Я реально испугалась. Но, слава богу, что все хорошо закончилось. Давайте достанем вторую ногу. Господи, ребята, посмотрите, какая это жесть. Это вторая ножка этой маленькой куклы. Посмотрите, она торчит прямо из ее головы. Господи, как это страшно. Это ужасно выглядит. Посмотрите. Эта кукла больше нее. Как она могла ее съесть? Эта кукла больше минимал секси. Посмотрите, руки, ноги. Друзья, а вдруг в голове минималс находится голова этой девочки. Я сейчас пытаюсь достать весь этот пух, который находится внутри игрушки. И я что-то там нащупываю, друзья. Здесь что-то еще твердое. Посмотрите. Что это? Это похоже на ботинок, друзья. Господи, она и съела куклу прямо с ботинками. Посмотрите, ребята. Это маленький ботинок. Маленький игрушечный мультяшный ботинок. Она съела прямо с одеждой. Господи, посмотрите. Это реально ботинок этой куклы. Господи, это тут еще один, ребята. Посмотрите. Что это? Это глаз. Он как будто сгоревший. О, черт, друзья. Черт. Это сгоревший глаз. Куклы, посмотрите. Давайте положим сюда. Так, еще что нам нужно? Необходимо достать все. Еще. Еще один ботинок в ее желудке. В желудке мини. Мини мал секси. Так, еще где глаз? Еще один глаз. Посмотрите. Он как будто обгоревший, что ли, какой-то, друзья. Это полная жесть. Это стрём, друзья. А еще что? Подождите. Посмотрите. Это бантик мини-мауса. Микки-маус красный. А это, видимо, бантик. Нет. Микки носит бантик. Это бантик мини-мауса, друзья. Посмотрите. О, черт. А возможно, у этой девочки был этот бантик. И поэтому мини-маус экзи напала на бедную мультяшную куклу, друзья. Я думаю, что это все больше в этой живой игрушке ничего нет. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Прямо сейчас вы соберете на нем 10 тысяч лайков. А с вами была я, королева мистики. До новых встреч в новых видео. Пока.